МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Республика в студии Елизавета Хмельева. Прощай, Америка! Прожив 5 лет за океаном, 17-летний подросток вернулся обратно в Россию. Бывший воспитанник детского дома оказался чужим среди американцев. Родители его выставили за дверь. Несколько месяцев Александр скитался по улицам и зарабатывал на билет в Россию. Теперь в Чебоксарах он носит двойное имя и восстанавливает по крупицам прошлую жизнь. Что не сложилось в приемной семье, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Из Чебоксар уехал Александр Обносов, на родину вернулся Джошуа Салотти. Теперь на руках у юноши два паспорта. Российский документ он получил неделю назад. Кроме фамилии, в память об американских родителях ему достался только фотоальбом. На этих снимках, казалось бы, счастливое семейство. Вот они вчетвером приехали на свадьбу родного сына Салотти. Саше он приходится с водным братом. Найти общий язык приемным детям удалось со всеми, кроме матери. На мальчиков она срывалась по любой мелочи. С отцом было все нормально так. Это просто мать вынуждала отца, ну, как-то перерасстраивала отца, чтобы он против нас был, чтобы все время на ее стороне. Иногда, вспоминает Саша, на приемных детей мать поднимала руку. Женщина наказывала мальчиков даже за неубранную постель. Трещина в их отношениях образовалась давно. Поначалу Джаки казалась детям милой и доброй. Из интерната Сашу и его друга Лешу увезли пять лет назад. Перед ребятами супруги рисовали довольно красивые перспективы. Американские мечты разрушились в один миг. Саша устроился на работу. И чтобы лишний раз не нарываться на материнскую грубость, домой он старался приходить только вечером. Со сводным братом Лешей им приходилось подрабатывать, где придется, скитаться по улице. Ну, где попало, то в трейлерах, то в трубах. Было холодно, просто много вещей наденем. И не так же холодно. То, что внуку за океаном живется так плохо, бабушка не догадывалась. О своих проблемах он не рассказывал никому. Валентина Обносова воспитывала Сашу и раньше. В детский дом мальчика забрали, когда родного отца лишили родительских прав. Взять к себе юношу тогда и запретили. Ну, на самом деле, я болела. Я ничего не говорю. Я болела. Она мне сказала так. Нет, не нынче завтра с тобой что-то случится. Он куда один. Бабушка и вот эта сводная сестра написали заявление, что взять, к сожалению, ребенка не могут к себе в семью. И согласны, чтобы его усыновили посторонними гражданами. Состоялось судебное заседание, вынесено судебное решение. Оно вступило в законную силу. И во исполнение этого судебного решения мальчики, я говорю, уехали в семью усыновителей. Жизнь подростка превратилась в сплошную бумажную волокиту. Необходимо собрать огромное количество документов. В ближайшее время он планирует восстановиться в Чебоксарской школе. В Америке до выпускного класса Саша недоучился всего год. То, что закончил 11 классов, здесь вообще не имеет никакого значения. Здесь придется мне сдавать ЕГЭ, чтобы получить 9 классов образования. Чужие берега Сашу больше не манят. К американским родителям он не хочет возвращаться. Юноша планирует найти работу и поступить в техникум на сварщика. Пока же в Чебоксарах им приходится жить на пенсию бабушке, для которой внук даже с фамилией Салоти остается родным. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Успехи прошлого года еще раз отметили сегодня на заседании Кабинета министров. Республика получила в 2012 году два гранта. За достижение наилучших показателей органов исполнительной власти – это почти 85 миллионов рублей. И за эффективное управление общественными финансами – более 65 миллионов. Значительная сумма Чувашии была выделена и по программе «Чистая вода» – 271 миллион рублей. Также к плодотворному завершению прошлого года можно отнести и то, что повысился уровень заработной платы бюджетников. Так, средняя зарплата учителей увеличилась на 28%, воспитателей – на 33%, работников соцслужб – почти на 30%, а собственные доходы Чувашии увеличились более чем на 12%. Это превышает значения по России и по ПФО. Подробнее о других темах в нашем репортаже. Безопаснее стало на улицах и в других общественных местах республики, сообщил на заседании Андрей Тимофеев, заместитель министра внутренних дел. С 2009 года почти на треть сократилось общее количество преступлений в Чувашии. Более чем на 20% сократилось число тяжких и особо тяжких. На 40% сократилось и число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Улучшается и раскрываемость. За последние 4 года уровень вырос на 10%. Это второе место в ПФО и 11-е место в России в целом. Значит, программа профилактики правонарушений приносит свои плоды. Намеченный курс предполагается поддерживать и в ближайшие годы. Так, на реализацию программы профилактики правонарушений на 2013-2020 годы предполагаемый объем финансирования составляет более 500 миллионов рублей. Средства будут направлены и на обеспечение безопасности командного чемпионата Европы. Хотела бы обратить внимание на то, что в связи с проведением в 2015 году в республике чемпионата Европы по легкоатлетике необходимо будет субъектам профилактики принять меры по своевременному освоению данных средств именно в течение 2013-2014 годов. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья с 2008 по 2012 годы в новые квартиры переехали более 5000 человек. Это около 2000 семей. По данным Минстроя, полностью выполнена и завершена программа капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Чувашской республики. Отремонтировано 147 многоквартирных домов, в которых проживают более 25 тысяч человек. На это ушло более 400 миллионов рублей. Удалось и сэкономить за счет проведения открытых конкурсов по выбору подрядных организаций. Финансовые средства были направлены на капитальный ремонт дополнительных видов работ внутри домов, включенных в программу, а также на 11 на квартирных домов дополнительно включенных в программу. Сейчас идет подготовка такой же программы на 2013 год. Деньги из бюджета выделены как на аварийный, так и на капитальный ремонт. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В высшей школе экономики состояла встреча депутата Государственной Думы России, заместителя председателя комитета по образованию Алена Аршиновой, со студентами, выходцами из Чувашии, обучающимися в Москве. На встречу с депутатом от Чувашии собрались студенты ведущих московских вузов МГУ, МГИМО, МФТИ имени Баумана и других. К разговору подключился недавно назначенный полномочный по правам предпринимателей в Чувашии Владимир Иванов. Что подразумевает бренд Чувашской республики и как его продвигать? Откуда брать инвестиции? И куда деть пехтулинскую свалку? Каким образом каждый из носителей чувашского языка может способствовать его сохранению? Уехав в Москву, ребята не оторвались от малой родины. По мнению Алены Аршиновой, к сохранению языка надо подходить креативно. Например, придумать такой проект по его изучению, который был бы интересен не только этническим Чувашим, но и всем жителям республики и России. Кроме того, существуют разные способы популяризации языка. Элементы национальной символики, введенные в обиход и ставшие модными – один из таких непрямых методов. Разговор получился одинаково интересным и для депутата, и для бизнес-омбудсмена, и для студентов. Расставаясь, договорились сделать подобные встречи регулярными, чтобы молодежь, учащаяся в Москве, могла полнее проявлять инициативу, предлагать конкретные проекты и принимать активное участие в жизни Чувашской республики. Работа есть работа. Все, что вам будет предложено, озвучено. И вообще, мой принцип работы заключается в следующем, что самое главное – это, наверное, слышать. Не просто слушать, а слышать. И излагать сразу на бумаге. Завтра в эфире Национального радио в передаче «Социальный вопрос» депутат Госдумы Алена Оршинова и ведущая Марина Толстова обсудят программу «Россия без сирот. Дети улицы. Лишние дети. Дети с трудной судьбой. Острейшие проблемы нашего времени». Какие причины заставляют родители отдавать детей в руки судьбы и государства? Беседа состоится 28 марта с 12 часов 10 минут до 13 часов. Телефон прямого эфира – 62 30 88. Заранее вы можете задать вопрос или поделиться своим мнением, отправив сообщение на короткий номер 7 3 75. В начале сообщения наберите «Н-радио», пробел и ваш текст. Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, отменяющий ограничения по срокам на бесплатную приватизацию жилья. Первоначальные сроки неоднократно переносились. Так, в этом году было принято решение продлить их еще на два года. Право приватизировать свои квартиры россияне получили в начале 90-х годов. В советский период частной собственности на квартиры не существовало. Процесс приватизации затянулся, и его окончание несколько раз переносилось. В последний раз окончание приватизации по предложению президента Российской Федерации было перенесено с 1 марта 2013 года еще на два года. ЛДПР поддержало это решение, отметив тогда, что бесплатная приватизация должна быть бессрочной. Объясняя необходимость такого решения, либерал-демократы отмечают медленный темп переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Либерал-демократы убеждены, что после 1 марта 2015 года, если этот законопроект не будет принят, появится новая категория людей, те, кому государство запретило участвовать в приватизации. Парламентарии отмечают, что согласно действующей редакции закона о приватизации, оформлять в собственность муниципальные развалины жильцам не разрешается. По мнению депутатов, решение проблемы лежит на поверхности. Чтобы снять противоречия и не допустить нарушения конституционных прав граждан на собственность, достаточно сделать бесплатную приватизацию государственного и муниципального жилищного фонда бессрочной. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике под руководством начальника УФСБ Сергея Сафронова провел завершающий этап командно-штабного учения по пресечению террористического акта в торгово-развлекательном комплексе «Мегамол». Напомним, в феврале всех посетителей и сотрудников торгового комплекса эвакуировали под предлогом того, что в здании заложено взрывное устройство. Противодействие терроризму входит в сферу ответственности не только силовых структур, правоохранительных органов и органов государственной власти, но и институтов гражданского общества, организаций и учреждений, независимо от форм собственности. В связи с этим в рамках учения отрабатывалось взаимодействие между службой безопасности «Мегамола» и сотрудниками полиции при эвакуации людей из комплекса рассматривались варианты по всестороннему обеспечению эвакуированных. В ходе командно-штабных учений проверялась готовность силовой группировки штаба к проведению контртеррористической операции, освобождению заложников, обезвреживанию террористов, а также к минимизации последствий террористических актов. Подводя итоги, руководитель оперативного штаба и присутствовавший на учениях представитель аппарата Национального антитеррористического комитета положительно оценили действия сил и средств по ситуационному реагированию на террористические угрозы. Поставленные перед подразделениями задачи выполнены. Цели учения достигнуты. Уехать на заработки в Москву или остаться работать в Чувашии – этот вопрос часто встает перед специалистами республики. Чтобы повысить престиж рабочей специальности, показать возможности трудоустройства в нашем регионе, в республике проводятся конкурсы молодых специалистов рабочих специальностей. Один из таких сейчас проходит в Чувашии. Наша съемочная группа сегодня выясняла, как можно повысить престиж рабочих и раскрыть таланты. Молодые сварщики, парикмахеры, повары и каменщики республики, которые еще учатся, но уже кое-что умеют, соревновались в мастерстве и знаниях. И, возможно, уже нашли себе работу. А это одна из главных задач республиканской открытой Олимпиады профессионального мастерства молодых и обучающихся специалистов. А пока молодежь трудилась, в режиме онлайн за ней наблюдали организаторы и участники мероприятия. У нас в Чувашской республике проблема трудоустройства рабочих и специалистов среднего звена практически нет. Потому что их большая нехватка. 80% вакансий в государственной службе занятости на исцеление – это вакансии рабочих и специалистов среднего звена. Сварщики – это, я бы сказал, одна из самых востребованных профессий рабочих у нас в Чувашской республике и, наверное, в целом по России. Чувашия – одна из первых в России подключилась к движению WorldSkills. И уже второй год готовит своих специалистов к участию в конкурсе. Среди заявленных кандидатур – как будущие специалисты средних профессиональных заведений, так и студенты вузов. По стандартам WorldSkills конкурс рабочих профессий и профессионального мастерства – это праздник, это Олимпиада, где ребята соревнуются между собой. И, естественно, это все открытые площадки, где могут пройти зрители посмотреть, работодатели посмотреть, родители посмотреть, школьники. И это всегда праздник, зрелищно. Рабочие профессии востребованы, но желающих пойти по стопам рабочего класса больше от этого не становится. И дело даже не в зарплате, а в низком престиже профессии, который и собираются поднять организаторы Олимпиады. Для нас важно то, что наши дети будут участвовать, победители регионального чемпионата будут участвовать в первенстве России по рабочим профессиям. А лучшие из них, я очень надеюсь на это, смогут участвовать в первенстве мира. Для нас важно это то, что мы, участвуя в этих чемпионатах, мы можем сравнивать уровень профессиональных компетенций наших молодых рабочих и выпускников учреждений профессионального образования. Специалистов много, но хороший специалист всегда в цене. Поэтому участников конкурса и болельщиков с каждым годом становится все больше. И это еще не предел, ведь, как отметили организаторы мероприятия, сильные рабочие – это выход на новый уровень развития, высокая производительность труда и рост экономики страны. Ольга Алексеева, Николай Яковлев, Республика. Метеорологи утверждают, весна наступит не раньше апреля. Анализируя зиму в целом, они отмечают, январь и февраль были малоснежными. Высота снежного покрова практически повсеместно по республике была ниже средних многолетних значений. Март, как всегда, принес нам очень много снега. Но как весенняя вода себя поведет и успеет ли по полной программе навредить жителям республики, сказать точно пока невозможно. Все зависит только от весны, какой она будет – спокойной или бурной. О весеннем предстоящем половодье нам рассказала начальник отдела гидрометцентра Чувашии Марина Китарева. На сегодняшний день у нас высота снега приблизилась к средним многолетним значениям. Только в бассейне реки Сура, то есть это Порецкая Аллаты, высота снега превышает норму. То есть, конечно, если весна будет очень борная и очень быстротечная, то та вода, которая будет таять, она будет уходить в реки. И, конечно, уровни будут подниматься. На сегодняшний день, по прогнозу Верхневолжского управления, вскрытие реки Сура ожидается в пределах средних многолетних значений. То есть, это где-то 6-10 апреля. И пока, по прогнозам, никаких уж максимальных уровней и каких-то опасных явлений не ожидается. Весна климатическая запаздывает, а студенческая набирает обороты. Факультеты столичных вузов продолжают бороться за призовые места и переходящий кубок. Будущие журналисты свой концерт отыграли при полном аншлаге. Вот они, заветные минуты перед началом студвесны. Заново священник открылся, и артисты репетируют танец. Скоро их действия оценят члены жюри и определят, следует ли им быть лучшими из лучших. Их миссия почетна. Именно этой девичьей группе выпала честь открыть яркое концертное шоу. Номер поистине сложный. Каждое движение студентки оттачивали до мелочей. Репетиции позади, впереди только надежда на победу. Молодые артистки признаются, что больше всего они боятся ошибиться, не попасть в ритм музыки. Члены жюри подмечают каждые мелочи. Нам очень страшно, мы очень боимся. Нервы, эмоции, ааа, прям, надеемся, что все будет очень хорошо. По задумке авторов, девушки в тельняшках танцовщицы Кабаре, где разворачивается эта почти голливудская история. Подрабатывает здесь и главная героиня, она же дочь управляющего таверны. Эх, такая звездочка пропадает здесь. А что поделось, у меня кроме дяди Бета никого больше нет. Именно сюда совершенно случайно заболедают двое друзей. Встречают молодых людей с хлебом и солью, одного из них даже путают с влиятельным олигархом. Бриллиантового магната в одну из лучших таверн пригласил лично ее управляющий. За богатого бизнесмена он хотел выдать замуж свою дочь. Но вот незадача. Девушка успела полюбить случайного гостя. Все студвесны в культуре журналистики отличаются тем, что очень яркая любовная линия протягивается от начала до конца. Страшную тайну девушка все же раскрывает. Самозванец и олигарх встречаются лицом к лицу. Влюбленные расстаются. И, казалось бы, надолго. Но финал у этой студвесны довольно предсказуем. Время лечит чувства. Одна случайная встреча и влюбленные сердца вновь соединяются в одно целое. Факультет журналистики многие называют самой женственной командой ЧГУ. На этом концерте артисты пытались поколить жюри танцами, рок-музыкой и роскошным дефиле. Удастся ли будущим акулам пера занять первое место, подождет время. Впереди выступления еще восьми команд. Среди них признанные лидеры. За приходящий кубок все готовы сражаться до последнего. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. Спортивный город – здоровая нация. Такую идею продвигают в столичной администрации. Там подвели итоги развития физкультуры и спорта в Чебоксарах за прошлый год и поставили новые задачи на этот. В прошлом году было проведено 400 спортивных и физкультурных мероприятий. Положительной динамикой отметили увеличение количества участников. В ноябре 2012 года управлением была разработана и утверждена муниципальная целевая программа по развитию физкультуры в городе на ближайшие 7 лет. Ключевой момент – создание условий для укрепления здоровья горожан. На территории стадиона «Спартак» за один год построят физкультурно-оздоровительный комплекс. На площади в 5000 квадратных метров расположатся спортивный зал, два бассейна, залы для занятия тяжелой атлетикой и аэробикой. С 2014 года планируется реконструкция стадиона «Волга». Обновление спортивного комплекса позволит довести численность занимающихся до 900 человек. В спортивном комплексе «Волга» планируется возобновить занятия в группах по легкой атлетике, стрельбе из лука, плаванию, спортивной аэробике, боксу, волейболу, самбо, футболу, хоккею, фигурному катанию. Также предусматривается предоставление физкультурных и спортивных оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сразу две золотые медали привезли 17-й международной специализированной выставке «Интерлакокраска» работники новочебоксарского предприятия «Спектр». Она проходила в Москве и проводилась под патронатом Торгово-промышленной палаты России при поддержке правительства Москвы и содействии Министерства промышленности и энергетики страны Российского химического общества имени Менделеева. В рамках выставки по традиции определяли лучшую лакокрасочную продукцию года. Конкурс международный призван определить те компании, что разрабатывают и внедряют все лучшие наработки – материалы, технологии, сырье в производстве лакокраски. Отличилось и получило признание научно-производственное предприятие «Спектр» из Новочебоксарска. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Придаем изделия декоративности. Обычные замки, подковы и вазы в руках специалистов превращаются в настоящее произведение искусства. Все это благодаря декоративной отделке, которую создают так называемые кузничные краски. Они придают изделию эффект старины. Вместе с тем, помимо эстетического удовольствия, кузничные краски имеют практическую пользу. Защищают металлическую поверхность от коррозии. На международной выставке в Москве кузничные краски получили признание и завоевали золотую медаль. Другую взяли антикоррозийные эмали. В своей работе мы всегда руководствовались, наверное, одним требованием, что создавать и поставлять серьезные радиационно-стойкие, термостойкие, химстойкие материалы. Значительнее и интереснее создавать, усовершенствовать физико-механические свойства этих материалов. И, конечно, отвечать за то качество, которое ты предлагаешь рынку. Такие краски предприятие поставляет на атомные электростанции страны. Представить новый продукт, при этом занять свою нишу на рынке – это то, к чему старается двигаться предприятие «Спектр». Его называют инновационным. Еще лет пять назад здесь появилось совершенно новое производство акрилового саполимера. Его применяют для изготовления водных красок. Шаг оказался стратегически выверенным, считает генеральный директор компании Сергей Михеев. В стратегии развития рынка лакокраски до 2020 года предполагается, что где-то 60% потребления эмалий будет приходиться именно на акриловый саполимер. Следовательно, предприятие рассчитывает на востребованность новой продукции. Вместе с тем лакокрасочники испытывают трудности. Нет в стране закона, который регламентировал бы качество продукции. ГОСТы начнут действовать, говорят здесь, с 2018 года. Часто как получается, что многие потребители защитных покрытий, они не обращают внимания, а может быть гонятся за низкой ценой, разрешив проблему, не учитывая то, что все-таки защитное покрытие должно годами служить. Защитив какой-то узел, агрегат, мы сегодня гарантируем до 15 лет срок безремонтной эксплуатации. С законодательной инициативой чувашские лакокрасочники теперь хотят выйти в госсовет, а затем, возможно, и в Госдуму. А у себя на предприятии, чтобы контролировать качество поступающего сырья и собственную продукцию, отсеивать брак, работает лаборатория. Здесь потихоньку обновляется оборудование. Здесь у нас растворитель был исследованный, поступивший к нам. Хроматограф позволяет нам анализировать стадии производства акрилового саполимера, анализировать готовый продукт получаемый. От этого уже зависит качество получаемой продукции. Лучшие наработки – технологии, которые представляли на международном конкурсе. Это все благодаря людям. Само предприятие может выпускать до 4,5 тысяч тонн лакокраски. Порой приходится работать в усиленном режиме. Тем не менее, на предприятии нет текучки. Напротив, сюда стремятся попасть. А у руководства четкое понимание того, что химическая отрасль не прощает кадрового шатания. Работу подкрепляют социальным пакетом. Бесплатное питание и проезд до предприятия. Выплаты и компенсации. Обучение. Беспроцентный кредит на покупку авто или жилья. Сюда я пришел по приглашению своих друзей. Они пригласили. И в то время я нигде не работал. И пришел сюда попробовать свои силы. Сейчас я уже работаю здесь 6 лет. Работа мне очень нравится. Работа интересная, перспективная. К тому же здесь имеется ряд социальных льгот. Хорошая зарплата. К слову, «Спектр» в прошлом году признан лучшим социально ответственным предприятием республики. По обозначенному пути компания движется вперед, усиливая свои производственные мощности. Продолжение следует.